Приветствую вас. Довольно коротенький у нас вопрос, как научиться любить и не зависеть от кого-то. Ну, в первую очередь хочется спросить автора вопроса о том, как она пришла к тому, чтобы задать такой вопрос. Второе, что хочется спросить, это то, как она думает, это работает. То есть, как она думает, на какой ответ рассчитывает человек. То есть, думает ли она, например, что есть какие-то универсальные ключи и универсальные ответы, получив которые, можно начать себя любить. И от кого-то не зависит. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, такого ответа нет и быть не может, в принципе. Потому что, я бы сказал, что всё индивидуально. нет каких-то универсальных способов себя полюбить и не зависеть от кого-то. Потому что каждый человек приходит к тому, чтобы себя не любить. И, ну, соответственно, зависеть от кого-то своим путём. вследствие чего-то человек к этому приходит. И наша задача заключается в том, чтобы увидеть, как вы пришли к тому, чтобы себя не любить. или, чтобы не уметь любить других людей, если вы об этом. Тут вопрос, на мой взгляд, поставлен несколько неопределённо. научиться любить кого-то. Но если вы не умеете любить, то, на мой взгляд, это связано с тем, что вы не любите себя. А нелюбовь к себе в первую очередь связана с непринятием. то есть именно с непринятием себя. Вот. То есть что-то в себе получается вы не принимаете. и очень важно постараться понять, увидеть, что вы не принимаете в себе. что такое вот в вас, именно в вас, плохого, негативного. по вашему мнению, есть, что вы в себе это не принимаете. Далее, зависимость. зависимость рождается вследствие чего-то. Вследствие какой-то потребности. Вследствие какой-то проблематики, может быть. может быть. И это то, на что также нужно обратить ваше внимание. какую проблематику, какую потребность вы пытаетесь решить в этой зависимости. В этой зависимости. Ну, в которой, ну, в которой вот, на, в которой находитесь, или в которой оказались. Я думаю, в этом смысле здесь все довольно очевидно. то есть вам нужно меняться. А не просто вот стремиться к тому, чтобы ну, я не знаю, чтобы кого-то любить. я бы сказал, что идея заключается в том, чтобы, чтобы, чтобы любить себя. это очень важно. не любя себя, невозможно любить другого. А имея собственные проблемы, сложно выстраивать здоровые отношения. потому что вы будете центрироваться на себе через другого, через другого. и центрация на себе неплохо. Центрация на себе неплохая штука. Но лучше это делать открыто. лучше это делать. Прямо. Откровенно признавая, что вот да, есть такая проблема. что вот да, вот какую-то проблему я пытаюсь решить. на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. это было полезно. я надеюсь, что это было полезно. Продолжение следует...